Давайте я скажу несколько слов про людей, которых мы сегодня вспоминаем. Сергей Павлович Чаплин, но я надеюсь, что Ольга продолжит и что-то скажет тоже после меня. Сергей Павлович Чаплин работал в 6 отделе НКВД в службе внешней разведки, был разведчиком. Он был арестован первым летом 1937 года. Его следствие длилось более двух лет. И есть письмо, которое он пишет Берии уже по истечении двух лет следствия, в котором очень подробно описывает то, каким образом его переводят из одной тюрьмы в другую, каким образом его допрашивают то по одному, то по другому делу, то не допрашивают месяцами, держат без прогулок и на голодном пайке в крестах. Очень подробно это есть письмо в семейном архиве, оно сохранилось. И в итоге он получает приговор, приговаривается к лагерному сроку, отправляется на Колыму и на Колыме уже повторно приговаривается к расстрелу. Он был приговорен и расстрелян в Магадане. О нем есть воспоминания Георгия Жонова, который в книге своих воспоминаний пишет о нем, как они работали вместе на прииск. Это, пожалуй, вот то, что я скажу про Сергея Павловича. Может быть, Ольга, внучка, продолжит и что-то более подробное скажет, если захочет. Еще я хотела бы сказать про Илью Венедиктовича Славина. Табличку мы вешаем по просьбе его дочери, которая живет в Германии уже долгое время и не может сама присутствовать здесь. Я для нее сейчас все это запишу на камеру. Если кто-то хочет ей передать привет, что-то сказать, ей будет, я думаю, очень приятно. Ида Ильинична Славина 21-го года рождения, когда отца арестовали в ночь после того, как они праздновали ее 16-летие здесь, в этом доме. И Илья Венедиктович Славин был юристом, такой советский юрист, профессор ком-академии. Очень много он вел такой просветительской юридической деятельности среди работников судов и создавал институты юридические. В общем, его следствие длилось гораздо быстрее. Вот мы видим, что арестован он 5 ноября, а 20 февраля он уже расстрелян. И дальше была арестована его жена и отправлена в Алжир, в Карлак на 8 лет. Ида Ильиничне удалось избежать ареста. Она жила в квартирах разных своих одноклассников и занималась хлопотами о своих родителях. 16-летняя одна занималась этим. Евгения Сергеевна, Евгения Сергеевна, пожалуйста. Корректор А.Кулакова – Во-первых, все, все, все. Играет музыка на экране. Женщины. С Thunder Il это что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня так спонтанно только одно приходит в голову по семейным рассказам уже, не моего папы. Моему папе было 5 лет, его сестре 10 лет, когда арестовали Сергея Павловича. Мою тетю, папину сестру, звали Сталина Сергеевна, Сергей Павлович назвал ее так. И когда уже после 20-го съезда и позже ей предлагали моей тете имя сменить. Были такие варианты. Но она как-то подумала вначале, потом сказала нет. В общем, раз это была воля отца, это единственное, что мне от него осталось. И имя не сменило. Ну, вот не только такое. Черт, что сказать. И последняя цитата из письма Сергея Павловича. Я ее примерно так помню. В конце вот этого письма, которым Евгения упомянула, он пишет, что если мне нет веры, то уничтожьте меня, но я не желаю ни за что сидеть в тюрьмах и лагерях. Другая жизнь мне не нужна. И по воспоминаниям Жонова, в общем, действительно, это так и было. Он вышел из строя, там протестовал против обращения с заключенными. Это тоже сыграло роль для его расстрела в лагере. Он, в общем, таким образом он жить не хотел. Хотя на него там завели уже третье дело. Собственно, проблема была в том, что предъявить ему было нечего. Три подряд было уголовных дела, наконец, его в 42-м году уничтожили. Через полгода после приговора. Еще расстрела он ждал еще полгода. Насколько и по документам. Что можно там было делать? Вы знакомились с самим делом? Что? С делом. Где-то знакомились? В архивах. Мой папа знакомился. У меня все перепечатки. Ну, там было три. Ему в начале покушения на Кагановича не получилось. Его просто физически не было в стране в это время. Второе – развал агентуры в Финляндии, в Эстонии. Там уже его не пытали, потому что они реально хотели правду узнать. Было интересно, что там происходило. Рассказывали. А третье – это уже антисоветские разговоры на Колыме. И написание стихов. Ну, он там в лагере понял, что происходило. Могу процитировать, но это не… Да, процити. Ну, например. То, что в уголовном деле есть. Ничто не вечно под луной, Не век в тюрьме сидеть народу. Подохнет мудрый и родной, И всем выйдем на свободу. Ну, за это, понятно, полагалось. Дорогие друзья, Я очень благодарна за то, что меня пригласили сюда. Я, к сожалению, не в форме, Мне трудно говорить сегодня. Ну, я не могу не сказать о том, Что наша общенациональная трагедия, Которая называется массовыми репрессиями, Объединила всех. И разведчика, силовика, так сказать, Человека, который шел на риск изначально, Когда выбирал эту профессию. И артиста моего отца, Георгия Степановича Жжонова, Который действительно волею судьбы Встречался с этим замечательным Сергеем Павловичем Чаплиным Уже в лагере. И чернорабочих, И священников, И женщин, И подростков, И юристов, И всех, Кто попал в эту мясорубку. И, вы знаете, Это вот знак равенства, С другой стороны, Он как-то По-страшному, Но нас тоже объединяет, А не разъединяет. И вот эта инициатива великолепная, Эти забытые имена, Когда мои уважаемые глубоко коллеги по мемориалу Изобрели способ Не проходить все эти бюрократические, Многочисленные инстанции для мемориальных табличек, А делать вот такие. Это у меня вызывает преклонение, Уважение И огромнейшую благодарность. Я надеюсь, Что мемориальная доска моему папе, Которая должна появиться на Васильевском острове, У здания кирхи, Обретет плоти кровь. Сейчас как раз этот процесс завяз В бюрократических, Как бы таких вот согласованиях инстанций. Но я надеюсь, Что рано или поздно это произойдет, безусловно. Знакравенства между нами всеми Заключается тоже в том, Что мы сейчас должны как-то Есть у нас силы, нет. Разуверились мы в том, Что наша страна когда-нибудь будет другой, Будет свободной. Но мы должны куда-то двигаться, Мы должны держаться вместе, Мы должны друг друга поддерживать. Вчерашний митинг на Марсовом поле Меня лично очень порадовало. С одной стороны, можно сказать, Что слезы текли, Потому что действительно страшно было Слушать, что в горле не происходит, Вот в таком объеме. А с другой стороны, Видно, что людям-то не все равно. Это несколько тысяч. И это горожане, С которыми надо считаться. И если мы будем так держаться, Я верю в то, Что, конечно, Чаша весов как-то должна Хотя бы уравновеситься. Как говорил Пьер Безухов, Надо жить, надо любить, Надо верить. Давайте постараемся Все-таки Нашу меру, Нашу душу, Нашу память, Наше тепло Как-то и сохранить, И соединить. Спасибо большое. Видите, я хочу сказать, Может быть, даже не... Громче, да? Сейчас я попробую. Я хочу сказать, Может быть, не для нас, А для Ивелинишна. Понимаете, вот Этот замечательный Проект, Это замечательная Инициатива Последний адрес. Она иногда Создает впечатление, Что памяти Десятилетия не было, И вдруг она появилась И материализовалась. Вы знаете, Это не так. Прошло 80 лет. И 80 лет Для Аиды Ивелиничной Это была Ежедневная, Постоянная Память И боль И боль Утраты. Ей бы... Она была школьницей, Когда арестовали Отца и мать. Она Вынуждена... Квартиру Опечатали, Она потеряла Это место, Этот дом, Эту квартиру. Она жила В другом районе города, Ходила в другую школу, И... Ее жизнь Не была Легкой, Простой, Она не понимала Еще, наверное, Что произошло. И ее подруга, С которой она Вместе училась, Здесь, Во дворе, На помойке, Нашла Обломки Настольного Настольной статуэтки Мавзолея Ленина. Еще первая модель Деревянная, То есть, Модель мраморная, Но еще деревянного Мавзолея раннего, Которая стояла У ее отца на столе. Она собрала Эти осколки, Пришла К Своей подруге Иде, Говорит, Ты знаешь, Это твоего отца. Ида склеила Этот мавзолей, Она его хранила Все эти годы, И Два предмета Для нее было Образом Террора И образом ГУЛАГа. Это вот этот Склеенный Мавзолей, Это все, Что осталось У нее от отца, Да, Вот такая Конкретная Материальная Память. И Ложку, Которую мама Привезла с Колымы. Алюминиевую ложку. Вот эти два символа, Символа Ее жизни, Символа Ее памяти. Уезжая в Германию, У нее было, Это были в 90-е годы, Она оставила это В музее мемориала. И Мы эту память храним. И вот сегодня, Ида Линишна, Мне хочется очень сказать, Что вы здесь, Вы с нами, Это Вы поставили Эту табличку. Для вас Эта память Материализовалась Вот третьим предметом. Да? Спасибо, Ида Линишна, И Вы всегда с нами. Я хотел бы добавить, Что Ида Линишна Написала Ида Линишна Написала книгу О своем отце. Это очень хорошая книга, Называется книга Тоненький нерв истории. Ее можно онлайн Прочитать На сайте Сахаровского центра Московского. А в бумажном виде Она хранится В публичной библиотеке У нас И в Ленинской библиотеке В Москве. В мемориале тоже. В мемориале. В университете. Спасибо. Спасибо всем. Товарищи родственники Заявители Встаньте, пожалуйста. Фотографии с вами. Со всеми родственниками. Товарищи родственники И заявители Встаньте. Мы всегда это делаем. О И цветы поставим. Кто тут Товарищи родственники? Где ты тут Выне родственники? Где ты едешь? Вставайте Вставайте. Что поднимем? Как это? Да вы родственник, как это вы тут при чём? Да бог с ней с этой. А? На что нажимать, покажите. А вот тут кружочек есть. Кружочек. А этот должен смотреть на вас? А возьмите, пожалуйста. Так, товарищи, встали. Да бог с ними с резинками, вставьте и всё. Так они не вставляют. О, отлично, всё. Товарищи, встаём. Давайте я их перейду. Встаньте все, чтоб поближе, просто чтоб все в кадр попали. Спасибо за просмотр!